МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день 4 августа 1783 года между Россией и Восточной Грузией был подписан Георгиевский трактат с предоставлением Грузии полной автономии и целостности земель. 4 августа 1836 года в московском Камеле был поставлен на пьедестал царь Колокол. До того эта многотонная громадина целых 100 лет лежала в литейной яме. 4 августа 1944 года погибла княгиня Вера Аболенская, один из лидеров французского сопротивления. 4 августа 1951 года в Ленинграде от финляндского вокзала в путь отправился первый электропоезд. В этот день 4 августа родились Владимир Боровиковский, художник-портретист. В конце жизни он серьезно занялся иконописью. Василий Стасов, архитектор, автор проектов множества церквей, триумфальных ворот в Москве и многого другого. Просторнивые белеющие ночи, чугун решеток, шпили и мосты. Василий Стасов, зоркий русский зодчи, считал заветом строгой красоты. На поле марсовом, осеребренном луною, затопивший летний сад, он в легком строе вытянул колонны, шеренгой войск, пришедших на парад. Такие строки посвятил советский поэт Всеволод Рождественский, одному из архитектурных творений петербургского зодчего, Павловским казармам. Строительство казарм было начато по указу русского государя Александра I, в знак боевых заслуг Павловского полка, блестяще проявившего себя во время войны с французами. «У меня нет других художников», – заявил монарха Стасовий и отправил его на службу в подчинение столичного генерал-губернатора. На тот момент Стасов уже являлся дипломантом Римской академии живописи, скульптуры и архитектуры Святого Луки, став вторым награжденным россиянином после другого петербургского градостроителя Василия Баженова. Но в отличие от своего тезки, Стасов академию художеств не заканчивал. Его университеты начались со звания архитектурного капрала в экспедиции архитектурных дел Московской управы. И с 14 лет он на практике черпал знания и опыт. И военная служба не охладила стремление Стасова стать архитектором. Выйдя в отставку, он продолжил самообразование и вскоре получил несколько официальных заказов. А впереди ждал работу государственного масштаба, оформление коронационных торжеств по случаю восхождения на престол Александра I. Конечным результатом монарх остался доволен. Настолько, что отправил Стасова на стажировку за границу для совершенствования знаний примерами славнейших древностей. Так император Александр получил для себя любимого архитектора. А Стасов – постоянного заказчика и дело всей жизни, которому он отдал свои силы и здоровье. Среди архитектурных творений Стасова – российская академия, несколько соборов, триумфальных ворот и даже имской рынок. Здание, являющееся шедевром классицизма. В советские времена в стенах рынка располагался комиссионный магазин. И горожане шутили – это только в Питере такое возможно классическая комиссионка. Лишь в Петербурге было возможное возведение здания императорского царскосельского лицея, из стен которого вышли многие великие россияне – Александр Пушкин, Антон Дельвик, Михаил Салтыков-Щедрин. Эти имена стали яркими бриллиантами в русской поэзии и литературе. «Не нужно самоцветов, пусть заменит их создание твоего гения и вкуса». С такими словами Александр I встречал Стасова, поручая ему ремонт своего кабинета в Зимнем дворце. Монарок был убежден, что результат снова превзойдет все его ожидания. Ведь, как показывает практика, все гениальное всегда просто. Похожее мнение о гении Стасова высказал и один из советских зодчих, оценивший здания проявианских складов в Москве. Простота архитектурного решения здесь не знает себе равны. Немногочисленные детали убранства прорисованы с исключительным совершенством. Три здания складов, несмотря на тривиальную форму участка, образуют неразрывное единство. Можно смело сказать, что эта группа сооружений чисто утилитарного порядка, окрашенная в простой белый цвет, одна из лучших в архитектуре Москвы. По совершенству своих форм она стоит рядом с лучшими произведениями русской архитектуры. Или, если выразиться, поэзия лицеистов, выраженная в рифме рождественского. В стране морских просторов и норд-оста он не расстался с гордой красотой, чтоб строить так торжественно и просто, быть надо зодчим с русской мечтой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова